Всем привет, друзья мои! Девушка приехала. А вот и я, друзья мои. Боже, помоги мне. Едем с Настей опять знакомиться с турецким народом. А, пока-пока! Милые мои друзья и партнеры, хочу записать вам, знаете, какое видео? Немножко не похоже на мои остальные. Как начинается мое утро? Как оно начиналось раньше и как начинается сейчас? Раньше начиналось чашечки кофе с сигаретой с посиделок на балконе и кайфа. Сейчас оно начинается, не каждое утро, конечно, я меряю сахар, глюкозу и давление, но через 2-3 дня я это делаю для того, чтобы проконтролировать свое состояние. Несмотря на то, что чувствуете себя замечательно, но это нужно делать периодично. Да, Господи, не могу открыть. Так вот, тянет ли меня старые времена? Да, тянут. Да, и, кстати, у меня еще вот коврик для йоги. После анализа измерения давления я буду заниматься йогой. Так вот. Сейчас мы померяем вести с вами мой сахар. Как это делается? я вам покажу. Так, как это делается, я вам покажу, мои дорогие. Так. Делаем прокол. первую капельку. Первую капельку я всегда прочищаю. И вот смотрите, выдавливаю вторую мою капельку крови. и оно пошел процесс. Сейчас мы вместе с вами посмотрим, какие показания у меня сахара. отлично. Вот так начинается мое почти утро каждый день. Все, это выбрасываем. Отключаем аппарат. Смотрим показания артериального давления. Это складываем на место. Меряем с вами давление. Вот. И что вы думаете? Конечно, я скучаю по старым временам, когда я вместе сидела на балконе и пила кофе с утра. Ну, может, после йоги, не то, что обязательно. Прямо глаза открыла и вперед. Ну, и делала это. В основном, каждое утро. Сигарета, кофе. Ой, кайф какой. Сейчас у меня все по-другому. Знаете, меняются привычки. Я сейчас иногда, мне очень хочется курить, или я не скрываю эту погрешность. Естественно, хочется курить, хочется кусок кусок торта поесть. Но мне надо сейчас найти время, заказать себе муку и делать эти торты дома. Ведь очень много тортов и эритрит купить под сластитель. Такие вот мои... Вот так начинается у меня утро. Вот. У меня почему-то давление сегодня 126 на 88. Пульс 67. А почему это? С чем это связано? Ну, вот бывает иногда и так. С чем это связано, непонятно. Может, я то, что очень много жидкости принимаю вечером, да, когда мы вечером... Скорее всего, причина в том, что я пью кофе. Вот вчера кофе по-турецки в 3 часа ночи выпила с мужем. Скорее всего, может быть, из-за этого. Поэтому мне интересно было померить кровь. И я теперь понимаю, что этого делать не надо в 3 часа ночи. Ну, мои дорогие зрители, вот так начинается у меня утро. Сейчас я буду делать йогу. И сегодня планирую я поголодать. У меня так... Несмотря на то, что многие пишут, что хватит цвета худеть, но мне кажется, еще не хватит. Вот знаете, я заметила, что у меня 2 века раньше новейшее. Вот так было. Почти. Вы, может, не видели. Сейчас у меня нет новейшего века. Мощинки эти, мне кажется, не так заметные, как вам кажется. То есть, окружающие рядом их так не видят. Да, говорят, ты бы не похудела, конечно, но не такая страшная, как некоторые пишут. Такая я. Друзья мои, будьте добрыми. Доброта и красота спасет мир. Самое главное, будьте здоровыми. Я почувствовала... Тут у меня раньше было очень много папиллом. Очень много было папиллом. Сейчас они сглазились. У меня также выступили на теле красные родинки. И они, я сейчас посмотрела, они блекнуть начали. Они не такие красные, а начали блекнуть. Дай Бог, чтобы они вообще исчезли. Цель моя оздоровить свою печень. Ведь печень, это фильтр организма. Она фильтрует всю нашу кровь. Это депо нашего организма. И поэтому она требуется во внимании, в лечении. А мы и я раньше не понимала этого. И это очень жаль. Жирная печень это второй шаг к циррозу печени. Вот такие вот у меня с утра мысли, а я пошла делать зумбу. Зумбу, кстати, я вечером буду делать. Сейчас я пошла делать йогу. Вернее, я сижу уже на коврике и буду делать йогу. Сегодня у меня такой домашний, домашний блог. Покажу вам мои цветочечки на балконе. Здесь надо уже землю подлить. Прошлогодние мои цветочечки. А этот что-то у меня испортился. Я в этот положила вот этот сюда с коврнями. Посмотрим. Идет он сильно. Смотрите, что здесь у меня. Вот так я всегда сушу, как мне мама научила. протереть и чтобы чуть-чуть солнышко попало. Много солнышка сейчас нету здесь. Почему? Потому что тут времени-то мало. То есть только с утра мои сапожки, которые я даже не одела. Начищу их кремом и спрячу. И спрячу. Одела раз 10 за год или полтора. В 23-м я их купила. Вот. вот это все моя обувь. Эти тоже два раза одела. Эти три. Эти два раза. Видите, не так много одеваю. Вот эти вот одела еще мои бархатные сапожки. Покупать-то нет. В принципе, когда покупаешь, нечего. Мужа обувь. сейчас все это разложу по своим местам. Мужа ботинки тоже. Трусы мужа. Все сейчас буду складывать. Говорят, что у нас будет еще похолодание. Но пока не видно. Но в тени, конечно, сейчас так не жарко, но сейчас я с коротким рукавом немножко прохладненько. да? А на солнышке жарко. Эти цветочки очень красивые, чтобы были. Это после отграда пострадали. Ой, а те зацвели. Мои глазичечки. Что здесь надо привести в порядок все. Пошла работа, друзья. Некогда, некогда. У меня сегодня такой день был интересный. Я решила заняться генеральной уборкой. Сняла занавески, помыла свои панорамные окна. Зали только. И много чего было. Постирала все занавески. Начала заниматься глажкой. У меня очень много глажки. Целый день как козочка. Как козочка. Вечером мужу приготовила У меня были эти субпродукты. Знаете, какие субпродукты относятся? Сердце, печень, пупки. И вот у меня были пупки. Я вчера отварила. Сегодня я их это сделала. Подогрела мужу, добавила грибочки жареные. С пловом очень хорошо поел. Из нового свежего приготовила суп яйва, йогуртовый суп с с лицом. Тоже хорошо поел. Я сегодня ничего не покушала. Я сегодня на 48-часовом голодании. Завтра мы едем к родителям. Мой муж очень хочет лохманджун, но мне то нельзя. Вот. Знаете, можно в принципе, но когда есть цель, и когда ты видишь, что тебе хорошо. Кстати, мне завтра надо стать и пойти сдать анализы вот перед этим. Потому что мне уже время. Мне интересно. Пост заканчивается, и как у меня там все происходит внутри организма. Хочу взять общий анализ крови на гормоны. Вот. Мне такая вот цель оздоровиться, друзья мои. Пишите мне про мужчины. Обижаюсь, не обижаюсь. Вы знаете, уже ни на кого не обижаюсь. Настолько негатива приняла, что уже пережила этот процесс. И поэтому пишите. Я знаю, что мне надо делать. А лицо восстановится, не восстановится. Ну, а что делать? Зато будет здоровье у меня восстановится. И я совсем об этом не жалею. Вот моя маршрутка едет. Я давайте на нее сяду. А то вышло рано, а автобус перед носом уехали. Надо, наверное, пораньше. Так, ну что, девочки, мы начинаем. Потихоньку собираемся. ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.